всем привет нашел свои старые матрицы как бы для изготовления пружин проходного капкана кп 120 сейчас покажу с такого швеллера 2 чтобы этот низ не вжимался тисками приварил еще один внутри вот этот диаметр у меня 40 еще вот одна такая насадочка этот диаметр у меня 22 ну надо хотя бы 2526 немножко маловато кольцо получается ну как бы ничего страшного сейчас покажу как быстро и не менее качественно сделать пружину для проходного капканчика без особых затрат никаких редукторов надо только вот тиски или можно даже не в тисках можно что-то придумать еще как раз нашел я матрас ненужный вытащил из него вот эту пятерочку длина вот этой проволоки 64 сантиметра вот я на 21 сантиметр нарисовал черточку нашел старые свои какие-то записи 21 сантиметр от штифта моего у каждого конечно может быть она по-другому по разному сейчас я покажу как вот быстро сделать пружинку вот в нем центральное колечко главное держать натяжку все и все будет нормально вот центральное кольцо уже одно готово опять же берем другую проволочку выпускаем 21 сантиметр и начинаем точно также заводить его по кругу прижимая той проволочки которая снизу встретились и отпустили дальше что мы делаем я как бы есть когда-то еще приспособил вот эту штуку от антенны я зажму его так чтобы было видно вот здесь есть мне болгарочкой пропил сделан я дорисую другой стороной к этому пропилу черточку сделали теперь другая пружинка нарисовали эту сторону проверили вот и все другая насадочка сейчас я подкусываю кончики проволок и покажу дальше когда-то я отрезал эти концы болгаркой ну потом понял что щипцами намного быстрее и тоже неплохо вот кончики пружин я уравнял немножко вывожу за штифт это опять же опытным путем все и и обкручиваю и немножко перекручиваю даже вот пошли раз вот получилось такое колечко а теперь одеваю наоборот и отвожу этот стержень вот практически пружинка для капкана кп-120 готова вот теперь другая а вот вот Теперь только остается отогнуть вот эти кончики немножко. Вот так вот. так вот пружинка готова кончики можно сказать ровно меня как бы все устраивало когда-то и сейчас все по-прежнему устраивает я думаю их даже вручную быстрее делать чем на каком-то станке одно только что двух витковые пружины на моей приспособе не получались может даже потому что у меня вот это вот часть невысокая и как бы да и намного тяжелее делать второй виток именно а так на такие пружинки все четко все работает вот как-то так и нашел сейчас я попробую делать пружинку столовую сторону пятая вот вот пружинка Вот такой центр на кольцо с подрезом. Сейчас просто надо другой, немножко длинный вот этот кончик. И его сделать таким же, как этот, и все будет нормально. Сюда делаю запах, вот, закладываю пиксель снова сюда. Здесь у меня было, вот, как можно, немножко приотовело, не страшно. Закладываю я упор 6 квадратов, и теперь с той стороны. И начинаю это все полночнее. Так, единственное, что забыл, нужно сверху обронять. Потому что нужно, так как и на станке, запустить выше. Запустил, был так, немножко, вправду. Так, что здесь. Вот. Простой, сейчас я там, взлетаю. Открываем пиры. Запрашиваем делаем кожу. То я показывал раньше. Откидываем вот эту часть. Вот так. Без всяких штанков. С помощью сварки и дисков можно сделать пружинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот практически и все. Пружинки готовы. Буквально за парочку минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА